Здравия Бутирусич! В сегодняшнее время очень много людей начало интересоваться историей культуры древних славян наших предков но много есть среди этих людей, тех, кто просто следует моде, то есть эти люди они просто одевают вышиванные рубашки они просто выполняют эти традиции не задумываясь о той сути которую они несут так вот сейчас очень много людей стали носить вышиванные костюмы, но многие из этих людей знают что означают эти обережные знаки, которые вышиты на этих костюмах. Для начала надо наверное прояснить, что такое вышиванка. Так вот, вышиванка это не просто национальный костюм это своего рода оберег вся вышиванка была вышита обережными знаками, которые вышивались всегда на запястьях, вокруг шеи и внизу рубашки. Как думать, для чего? Чтобы уберечься от злых духов это во-первых во-вторых, чтобы уберечься от разных сглазов, порч и других каких-то там нибудь там злых помыслов других людей да вот, и для этого вышивалась вышиванная рубашка и есть такое вот поверье, что перед тем, чтобы воин одержал эту неистовую силу в бою стал таким ярым человеком, яростным он рвал на себе рубаху помните это высказывание рвать на себе рубаху? так вот, это начало разорвать эти обережные знаки для того, чтобы впустить в себя эту неистовую яростную силу то есть злую силу для того, чтобы биться на поле брани вот и это сакральная суть вышиванки нельзя говорить, что вышиванка это код украинцев или код русских потому что вышиванки были у всех славянских народов есть обережные знаки, которые вышивались на одежде это не только у славянских народов это было и у кельтов, и у других германских народностей так вот, сегодня мы вам покажем 12 основных таких обережных знаков, которые вышивались на вышиванке и которые до сей поры остались в обиходе но люди просто утратили ту сакральную суть, которую они несут здраво, Бутирусич как уже было сказано моим коллегам вышиванка это был не просто обиходный костюм который одевали древние славяне это был своего рода берег который защищал их от всякого негатива, от всяких негативных энергетик и оберегал их от всяких злых духов во-первых это же было сказано моим коллегам сегодня мы вам продемонстрировали 12 сакральных вышитых знаков и что они с собой означали для этого мы обратимся к источникам и прочтем некую статью вам которую нашли здесь специально для вас как было уже сказано вышивка это была не просто наука это была магия и вышивать было дозволено только женщинам слово вышивка происходит от слова вышни что в переводе с греческого означает означает космос так вот характерный признак древней вышиванки это ее лаконичность на этой вышиванке не было ничего лишнего каждый знак каждый узор каждый узор что-то означал и для чего-то он был вышит так что нельзя сказать что какая-то деталь присутствующая на вышиванной рубашке это что-то лишнее или это элемент декора это все что-то значило и несло какое-то смысловое наполнение прочту цитап рубашка состояла из шести четырехугольных различных величин и если бы измерить их соотношение то в идеале мы получили бы золотую пропорцию эти четырехугольники соединяются между собой с помощью крестиков выжатых как правило черными нитками чтобы ни одна посторонняя энергетика не могла через швы проникнуть в человеческому телу потому что крестовая энергетика и рассекает и уничтожает негативную энергию а черный цвет ее поглощает внизу на груди и на рукавах вышивали священные коды силы для маленьких детей они кодировались в растительных орнаментах символизирующих дерево жизни в звездочках оберегов в простых полноистых линиях строчками которые символизировали первинные силы природы воду и огонь чумарные код украинской вышивки придем непосредственно к двенадцати этим сакральным символам которые вышивались и которые мы вам приготовили первое это круг известно что наиболее древним являются геометрические орнаменты просто и круг символизирует божественную жизненную энергию это языческий знак в целом этот символ может изображаться во многих вариациях и иметь больше всего разных значений круг с точкой внутри является центром мир здания в славянской символике это также символ солнца круг это символ божественной чистоты для нас это венок невесты круг как и солнце с лучами исходит наружу дарит силу и энергию в то же время лучи обернутые вниз ворот забирает энергию такой круг может символизировать только пустоту чистый символ круга не часто можно встретить именно на вышиванке даже на писанках следующий квадрат эта фигура является одной из центральных орнаментов многих культур она символизирует совершенную гармонию и порядок как мы знаем квадрат он ровный перекрещенный квадрат который часто вышивают в частности на мужских рубашках означает земное поле квадрат в украинской традиции является одним из символов земли идеи этой фигуры в разграничении пространства в выделении какой-то части поля духовно квадрат символизирует материю как круг символизирует совершенство духа то есть квадрат противоположный кругу квадрат это знак особого числа четыре который славяне понимали как символ первоэлементов эти четыре точки земного шара стороны света, времени, года, жизненного цикла и части суток следующий мировой дерево его еще называют деревом жизни этот символ встречается в искусстве народов модель мироздания который содержит три составляющих подземное царство или нафь земной мир или яв, как мы знаем и небесное царство или прав дерево изображает корнями прошлое стволом современной и кроном будущего в украинской и славянской вышивке в частности этот символ можно узнать не только на разветвленном дереве которое является как симметричным, так и ассиниметричным но и в колоске, снопе, ветви, даже виноградной лозе в нем одновременно сложены истины и единения трех миров и образ рода в линии жизни в скандинавской мифологии это ясень а в славянске это верба далее ромб ромб является архаичным знаком его связывая с плодовитостью человека и земли основной расшифровкой значения стимула есть мужское и женское начало которое составляется из двух треугольников верхнего и нижнего женщина держит три части этого треугольника этого ромба а мужчина только один далее ромб с точками внутри означает что ромб означает поле а точка внутри означает что это поле было засеяно ромб или как еще называют трипольский квадрат это также образ бараны инструмента который готовит землю к посеву кроме крестового ромба на славянской вышивке очень часто встречается ромб с крючками усиками этот знак называется жаба и символизирует этот плодовитость ведь это животное древних верований связывалось с небесной благой которая дарит жизнь следующий знак который вышивали на славянских вышивках это треугольник древние верования это символ узких ворот которые ведут вечную жизнь символ единения трех миров земного или явного навек явьи правь эти три стихии это вогонь воздух и вода три уровня бытия трехмерность мира святая троица если брать позднюю христианскую традицию это значение числа 3 которое отражает треугольник нам известно многое треугольники прикасаются вершинами друг друга напоминают песочные часы они символизируют мир и антимир вот это такой такой символ часто был вышиван вышитый на полотенцах среднем в преднепровье и слабожанщины то есть на территории Украины далее следующий который мы нашли интересную информацию это шевроны из старых украинских в частности из славянских вышиков мы видим подобные треугольные фигуры это шевроны это те же треугольники которые не имеют основы то есть они не замкнутые те из них которые обращены вершиной вниз означают женскую или материнскую сущность вершиной вверх мужскую духовную шевроны с направленностью вниз при вершине с ранним женским лоном местилищем которым возрождается и внашивается новая жизнь следующее это спираль это волнистые линии сигма зигзаги связанные с водой то есть если мы видим волнистые линии и смотрим как волна волнам идет она похожа исследователи древние символики отмечают что рисунок вертикально расположенных параллельных зигзагов означает дождь падающие сверху а горизонтальные зигзагообразные или прямые линии могли символизировать небесную влагу фигура спирали также означала текучесть времени и циклическое движение солнечного диска спирали наши предки видели схематические изображения эволюции вселенной ее бесконечности даже если посмотреть то наша ДНК в котором заложена все наша суть тоже идет в виде спирали и в слуянской мифологии золотой путь развития тоже предполагал то что человек развивается в виде спирали идет вверх следующий крест крест в частности различные его модификации один из самых распространенных символов в мировой культуре в целом он многогранен неисчерпаем и в отличие от круга и квадрата символизирует идея цинентричности а не разграничивания пространства прямой крест это символ солнца творца мужского начала косой крест олицетворяет женское начало то есть начало луны наложение этих двух фигур дает двойной крест или восьмиконечную звезду то есть объединение мужского и женского начала известно также еще дохристианские времена то есть это знак первонова звезда другими словами да если посмотрите на современный вертеп который ходит так вот этот вертеп носит эту восьмиконечную звезду символы женского мужского начала также крест означает гармонию четырех стихий это огонь, вода, земля и воздух крест в круге это астрологический символ земли следующее это сварга известная под названием свартика это тот самый крест но только движение это символ солнечного культа магической магической силы которого верили древние народы и древние наши предки древние славянские космогонии он ассоциировался с силой домашнего очага семейным счастьем сварга может быть лево или правосторонне лишь последнее означает движение к солнцу то есть по часовой стрелке сварга возвращена против часовой стрелки сейчас символом берега духовного пламени а по часовой стрелке символом семейного очага достаточно частным украинским украинской вышивки особенно на правом береге является мотив такой называемой полной сварги то есть его называли еще коленником в знаке единения с мудростью ветка сварга древний энергетический символ сваргас это небо сваргане который создал сварог далее ключи вышивальницы разных регионов Украины и славянских земель называют это символ по разному на подоле говорят герсик на преднепровых ключах и других местах уже с мотивы по форме этот знак половина свастики визуально половина восьмерки поэтому ему приписывают так только как путь к совершенству символ S волнистая линия английская вот это S это знак земных трудных вод отличающих от небесной материнской влаги земли знак воды который дает жизнь урожаю одежда с ключевыми символами способны обрегать энергетику человека от негативных воздействий полная рожа алатырь или перунова звезда рожечка или восьмилучивая звезда образуется наложением прямого креста символом лужского начала солнца и косого креста женского начала луны сочетание этих двух сущностей закономерно дает жизнь символ так как небо пускает дождь для того чтобы рослый рожай земля пускает плод так же и человек женщина и мужчина дают новую жизнь полную рожью называют так же звездой матери именно такой символ мы часто видим на иконах благородиц восьмиугольная звезда это один из самых популярных геометрических мотивов славянской вышивки не случайно это число восемь и последний который мы видим который мы сегодня затронем это кривой танец знак который еще называют бесконечным или Меандроном последнее название греческое происходит от местной реки Меандр учеными доказано использованы символы на территории Украины и всей славянщины более двадцати тысяч лет назад древние славянские символики это были мягкие изгибы которые ассоциируют с водой гармоничным течением жизни он образует вечный бесконечный орнамент который соснует как нить судьбы но всегда возвращается к первоисточнику он изображает жизненный путь и одновременно является символом вечного бытья называя такой орнамент кривым танцем его связывается с бледовым танцем который украинские и славянские девушки традиционно выполняли весной заряжаясь своим движением землю то есть для того чтобы земля пробудилась это веснянки и хороводы которые проводились во время пения этих веснянок то есть масленица и другие варианты чаще всего символы бесконечника можно встретить на высших благослужщины волыни киевщины кубани полтавщины также этим узором украшали мужские рубашки символизируя на них силу и жизненную энергию бонус это макошь которая тоже изображалась на украинских вышибках но макошь это древняя славянская богиня покровительство домоводства женщин покровительство судьбы то есть женской доли можно сказать так еще одно главное это нужна верия сада и макошь это та же самая мать земля да прежде всего она берегает хозяйку способствует приставить ее дома дарить вознаграждение за серный труд такой грек в отличии от других не нужно постоянно иметь по себе он всегда должен находиться в доме в хозяйке который там живет у наших предков было несколько богинь у которых они пришли защиты это живо макошь лада и макошь в отличии отличается от тем что она всегда в руке держит веретено а в другой руке держит руки изобили вот вертина это символ продолжительности жизни правда с вертина начинает ставить ткарский верстат из него ткут полотна а сами руки поднят ее вверх она отмеряет земную жизнь поэтому всегда она должна стоять на земле вот эти сахарные стимулы более всего встречаются в украинской вышивке благодаря что вы слушали надеюсь эта информация будет вам интересно с вами был Иван Попов слава предкам надеюсь вы смогли почерпнуть сегодня в сегодняшнем видео очень много интересной и полезной информации для себя так что умнейте русичи ищите истину интересуйте свои истории потому что это важно для всех нас для всех славян слава предкам и с Продолжение следует...